Пасфайндер не назовешь идеальной игрой. Долгое время загрузки, баги, явно недоделанный менеджмент королевства. Но как партийная РПГ она очень неплоха. Конечно, если знать, что и как качать, чтобы пройти местных боссов. Об этом мы сейчас и расскажем. Каждая партия начинается с танка, которая будет занимать врагов, пока напарники их мочат. Эта роль отведена Валери. Она не просто файтер, а специалист по башеным щитам, то есть класс защиты у нее очень и очень высокий. Вообще, из чего складывается класс защиты? Во-первых, это просто броня. Кожаный доспех защищает на 2, кольчуга на 6, пластинчатый на 10. К нательной броне приплюсовывается броня от щита, если он конечно есть. Второе – Natural Armor. По сути означает просить шкуры, поэтому у людей изначально равен нулю и повышается амулетами или заклинаниями. Между собой бонусы не складываются, берется наибольший. Третий источник класса защиты – бонусы за deflection, то есть магическое клонение атак. Тоже повышается кольцами или магией, тоже не складываются между собой. Четвертый – это Doge. Умение героя уклоняться от атак. Она определяется ловкостью и бонусами, и вот они как раз полностью складываются между собой. Причем максимальный бонус от ловкости носимая броня ограничивает, а вот бонусы к Doge от перков нет. Последний источник защиты – всевозможные ситуативные бонусы. Например, у всех персонажей есть режим Fight Defensively, в котором они получают штраф к атаке и плюс к защите. И главное – бонусы от различных источников складываются полностью. То есть 3 deflection, 3 natural armor и 3 doge в сумме дадут 9 брони. А теперь вернемся к Валери. Чтобы она была эффективным танком, ей нужно набрать максимальный класс брони. Поэтому пакуем ее в самые тяжелые доспехи, даем башенный щит и обвешиваем кольцами с магической защитой. Что касается оружия, то изначально Валери машет полуторником, но со временем его стоит заменить на кинжал Arcane Protector, который дает плюс 3 к вороту. Снять его можно с трупа Бартоломью, мага-отшельника, который встретится во втором акте. Также нужно брать защитные перки. Специализация на тяжелой броне, специализация на башенных щитах и перк Doge дадут по плюс 1 к защите. Также ей бы пригодился перк Combat Expertise, который также позволяет улучшать защиту за счет атаки. Но Валери для этого туповато. Перк требует 13 интеллекта, а у нее всего 9. Поэтому именно в интеллект нужно вкладывать бонусы к характеристикам, которые даются каждые 4 уровня. Тогда на 16 уровне Валери как раз получит свою Combat Expertise, что даст ей сразу 5 единиц дополнительной брони. Оставшиеся перки стоит потратить на бонусы к спасброскам против вражеских заклинаний. Начинать стоит с силы воли, которая у бойцов низкая. А именно силу воли проверяют самые неприятные заклинания вроде Страха, Паралича и Майн Контроля. Что касается дополнительных классов, то здесь хорошо подойдет Сталвард Дефендер, который автоматически получает бонусы к классу защиты. С другой стороны, Валери можно всю дорогу качать как файтера, тогда броню не будет меньше, зато она научится уклоняться от фаерболов как разбойник. Роль партийного хиллера традиционно выполняет священник. В игре их двое, Харим и Тристан, но у последнего взят под класс Экклезиаст, который не позволяет ему носить броню. Священник же в Пассвайндере традиционно выполняет функцию вспомогательного танка, поскольку броня и щит кастовать ему не мешают. Так что пульс от бронированного Харима гораздо больше, чем от его коллеги по цеху. Лечить сопартийцев лучше всего через профильное умение священника Channel Positive Energy. Оно лечит всех находящихся поблизости и на первом уровне за раз восстанавливает от 1 до 6 хитпоинтов, и каждый нечетный уровень добавляет еще один шестигранный дайс. Никакие лечащие заклинания с этим не сравнятся, поэтому на каждом лейлапе священнику нужно брать перк Extra Channeling, чтобы максимизировать его лекарский потенциал. Ну а Spellbook стоит заполнить всевозможными благословениями, а также заклинаниями контроля. Во время брошенный холд монстр может кардинально изменить ход боя. Перейдем к нанесению урона. Проще всего в этой области с файтером, только он может взять продвинутые перки специализации на оружии, каждый из которых дает плюс 1 к шансу попадания или плюс 2 к урону, определенным типом оружия. Для нанесения урона нужно брать двуручники. Они получают полуторный бонус к урону от силы и пауэр-атак. Какой конкретно двуручник выбрать? Вопрос вкуса. Хорошо себя зарекомендовали двуручные мечи. Они наносят от 2 до 12 урона и диапазон крита у них расширенный в 19-20. Сделаем отступление про криты. В пэсфайндере при атаке кидается 20-гранный кубик, которому плюсуются бонусы от персонажа на попадание. Если результат равен или больше брони цели, атака попала. Но если выпадет 20, атака в любом случае попадет. После чего идет проверка на крит. 20-гранник кидается еще раз и если проверочная атака попала, значит крит засчитан, урон увеличивается. Если нет, значит это обычный хит. Если у оружия увеличенный диапазон крита, проверка на крит проводится на всем диапазоне, но автоматическое попадание все равно происходит только на 20-ке. То есть если махнуть двуручным мечом и атака покажет 19, а у противника 40 брони, ни крита, ни выпадания не будет. Но если у противника брони меньше, атака попала и опять-таки идет проверка на крит. Но вернемся к оружию. Важный фактор при выборе специализации, насколько легко будет найти подходящий дрын. То есть какую-нибудь экзотику вроде косы придется искать очень и очень долго. А вот двуручных мечей или топоров кругом просто как грязи. Также на пятом уровне файтер выбирает группу оружия, на которой он будет специализироваться. Топоры, мечи, луки и тому подобное. К этому оружию он сразу получает плюс 1 на урон и попадание. На девятом уровне этот бонус увеличивается до плюс 2, ну и так далее. В результате только перками к 20 уровню файтер получает плюс 6 на попадание и плюс 10 к урону. Пауэр атака даст еще больше десятки урона. Плюс бонус от силы. Поэтому какое именно двуручное оружие лежит в основе билда, уже не так важно. Эти плюсы одинаковы и для посоха, и для гигантского топора. Кроме того, файтер имеет два уровня перка пенетрейтинг страйк, который позволяет преодолевать вражеское сопротивление урону. Чистокровных файтеров такого плана в кингмейкер нет. Но в воина можно переквалифицировать варваршу Амери, поскольку варвары в Pathfinder откровенно слабы. Да, они могут впадать в ярость, но ее время ограничено, а бонусы лишь немногим выше бонусов от пассивных перков файтера, которые активны все время. В общем, не качайте Амери как файтера. А если хочется отыгрыша, выберите под класс Two-Handed Fighter, который получает дополнительные бонусы на двуручное оружие и особую атаку с дополнительным шансом крита. Сменить профессию стоит еще одному компаньону. Рейнджеру Экуну. В целом, рейнджер класс неплохой. На втором уровне выбирает стиль боя, после чего регулярно получает профильные перки, даже если не соответствуют их требованиям. Фишка в том, что у Экуны выбран стиль дальний бой, и требованиям перков в этой категории он полностью соответствует. Поэтому ничто не мешает переквалифицировать его файтера ради продвинутой специализации на оружии. Оружием, кстати, стоит выбрать длинные луки. С их помощью можно делать несколько атак за ход, в то время как арбалетом только одну. Кроме того, луки бывают композитные, то есть такие, что позволяют добавить к урону бонус от силы. Что касается перков, то стрелку их нужно много. Во-первых, Point Blank Shot. Он дает плюс 1 к урону и шансы на попадание, плюс его требуют многие продвинутые перки. Во-вторых, Precise Shot. Без него атаки в монстров, которые уже дерутся с кем-то из партии, будут идти с пенальти в минус 4. Также нужен Rapid Shot, позволяющий сделать одну дополнительную атаку в ход. И Multi Shot. Первые атаки за ход, герой будет выпускать не одну, а две стрелы с одинаковой силой. Не повредит Deadly Shot, режим, который выступает аналогом Power Attack для луков. Абсолютно необходим Point Blank Master, который позволяет использовать лук в упор без малейших штрафов. Также стоит взять Cluster Shots. Если у противника есть сопротивление урону, то с этим перком игра вначале просуммирует весь урон, что стрелок нанес врагу за ход, и уже из него один раз вычтет это сопротивление. Еще один перк можно пустить на то, чтобы усилить пса-компаньон. Его уровень привязан к уровню икону как рейнджера, и если качать его как файтера, пёс расти не будет. Но перк Бунт Компаньон позволяет прокачать животное сразу на 4 уровня, со всеми причитающимися бонусами. И в этом есть мысл, потому что пёс быстро движется, с его помощью можно быстро нейтрализовать вражеских лучников и магов. Плюс его можно бросать даже в самое пекло. Даже если компаньон умрет, после отдыха он как ни в чем не бывало вернется в строй. Разбойники в Pathfinder находятся где-то посередине между дамагерами и поддержкой. С одной стороны, они открывают замки и нейтрализуют ловушки, с другой, могут нанести неплохой урон при помощи сник-атаки. В Pathfinder, в отличие от ДНД, она действует почти на всех, включая нежить, и урон она наносит одинаковый, каким бы слабым ни был удар. Поэтому стандартный вариант развития разбойника на использование двух кинжалов одновременно, то есть высокая ловкость и перки Two-Weapon Fighting. Другой вопрос, что сник-атаку не так-то просто провести. Жертву должна быть слепа, обездвижена или драться в ближнем бою как минимум с двумя людьми. Одним из них может быть сам разбойник, но нужно помнить, что таунтов в кингмейкере нет, то есть монстр в любой момент может развернуться и начать драть не танка, а разбойника. Можно, конечно, взять лук и стрелять в безопасного расстояния, но тогда разбойник теряет главное преимущество – количество атак за ход. Так что в кингмейкере рога не самый нужный персонаж партии, поскольку замками и ловушками может спокойно заняться кто-то другой, например, бард. Что касается магов, то это однозначно класс поддержки. Правильно прокачанный боец за удар наносит столько же урона, сколько маг снимает заклинание. При этом число кастов у мага ограничено, а воин машет мечом несколько раз за ход. Зато саппорт из магов получается просто превосходный. Ускорение, героизм, бонусы к статам. Все это сильно помогает отряду в схватке. Но и врагам жизнь можно ощутимо испортить. Например, кинуть паутины под ноги наступающему неприятелю или породить вражеского кассера неконтролируемым хохотом. Поэтому магу стоит брать специализацию на школы Enchantment and Transmutation. Именно там находятся самые полезные бафы и дебафы. Если же хочется, чтобы маг еще и наносил стабильный урон, вариант тоже есть. К нему, кстати, предрасположена одна из компаньонок, Октавия. Когда отряд ее встречает, у нее уже есть один уровень разбойника и один мага. Следующие два левелапа нужно потратить на мага, прокачав до четвертого уровня навыки мобилити и триккери, а также взяв перк Accomplish Sneak Attacker. Все это нужно, чтобы открыть претиш класс Arcane Trickster, который иначе как имбовом не назовешь. Каждый его уровень считается, как уровень мага, то есть Октавия продолжит получать новые заклинания и силу каста. Но при этом Arcane Trickster еще и улучшает Sneak Attacker как разбойник, получает дополнительные перки как разбойник и качает навыки как разбойник. То есть из Октавии вполне можно сделать специалиста по ловушкам и замкам. Но самое главное, в Kingmaker можно наносить Sneak Attacker даже заклинаниями, включая спеллы нулевого уровня, которые можно использовать сколько угодно раз. То есть само заклинание наносит от 1 до 4 урона, а максимально прокачанный Arcane Trickster добавляет еще 42 сверху. Кроме того, попасть этими заклинаниями проще, чем выстрелом из лука, поскольку они требуют не обычного попадания, а тач попадания. То есть чародею нужно прикоснуться к противнику или показать на него пальцем. Поэтому против тача природная толстокожность и носимая броня бесполезна, работает только у ворот и deflection. Тем не менее, бонус к попаданию у Arcane Trickster как и у мага низкий. Чтобы точнее тыкать пальцем в людей, стоит добавить еще один престиж класс – Eldritch Knight. Он представляет собой нечто среднее между файтером и кастером. Также можно взять Weapon Focus на тач. Только нужно помнить, что тач в ближнем бою и тач дистанционный – это два отдельных перка. Ну и напоследок, несколько советов по кастомным персонажам. Для определения характеристик, Kingmaker использует систему Point Bites с прогрессирующей стоимостью. То есть чем выше характеристика, тем дороже будет ее повысить при генерации. А вот при левелапе стоимость повышения у всех характеристик одинаковых. Поэтому даже профильную характеристику задирать до максимального уровня не стоит. Повышение с 17 до 18 стоит 4 очка, которые можно потратить с гораздо большей пользой. Например, любому персонажу пригодится 12-ая выносливость ради дополнительного хитпоинта на каждый уровень. Или 12-ая ловкость ради плюс 1 к броне. Даже 12-ая мудрость лишней не будет, поскольку она увеличивает спас броски. От силы тоже есть свой прок. Чем она выше, тем больше сможет налить персонаж, не получая штрафов к навыкам и скорости передвижения. Без особых последствий можно сбрасывать только харизму. У бардов и волшебников на нее завязаны заклинания, а у всех остальных только два навыка. Кстати, не нужно стараться прокачать главному герою все имеющиеся навыки. Если сопартийца может что-то лучше, соответствующую проверку будет проходить именно он. Разве что убеждение стоит качать именно главному герою на случай, если убеждать придется уже сопартийца. Ну и внимательность пригодится всем. Шанс заметить ловушку или тайник дается каждому. Поэтому чем больше в группе наблюдательных людей, тем лучше. Что касается рас, то тут действует правило. Не знаешь что брать, бери человека. На старте он бесплатно добавляет 2 очка в любую характеристику, получает дополнительный фит на первом уровне и лишний скиллпоинт при каждом левелапе. Хороший асимир, далекий потомок ангелов, который на старте получает плюс 2 сразу в 2 характеристики, а также одно бесплатное заклинание. Необычных предков в роду можно получить еще одним образом. Взять класс Сорсерер или Элдрич Магус. Вариантов тут много, от драконов и демонов, до Змеи и Личий, каждый со своими бонусами. Люди со змеиной кровью, например, могут отравить противника ядом при укусе, а обладателей драконьей взять престиж класс Драгон Дисайпл, чтобы получить весомые бонусы к характеристикам и научиться на время превращаться в дракона. Так можно раскачать, например, компаньона полуорка Оригангара. Но бесспорным лидером здесь выступает демоническая кровь. Ее обладатели получают бонус к силе, сопротивление к электричеству и яду, несколько заклинаний, причем все это абсолютно бесплатно. В результате Элдрич Магус является одним из лучших источников ДПС. Берем человека, вкачиваем харизму и силу, добавляем плюс 2 за расовый бонус. К 17 уровню силы вырастет еще на 4 очка за счет левелапов и на 6 за счет демонической крови. В результате у героя даже без магических шмоток будет 25 силы, что для всех прочих цифра практически недостижимая. И все это без мультикласса, поэтому Элдрич Магус сможет взять топовые перки своей специализации, возможность кастовать фаерболы в тяжелой броне и зачаровывать свое оружие разными видами элементального урона. Другой хороший пример билда без мультикласса – Монах. Его перк Фларе в Блоус позволяет проводить вначале одну, а потом и две бонусные атаки за ход. Его основное оружие – собственные руки, причем чем выше Монах уровнем, тем больше урона они наносят. Вплоть до 2d8 на 20 уровне. Этот урон напрямую зависит от размера. Низкорослые Монахи вроде Хоббитов и Гномов наносят меньше, а существа размером с троллей – больше. Поэтому Монаху всегда стоит иметь при себе зелье временного увеличения в размерах. Что касается статов, то здесь нужно сделать выбор между силой и ловкостью. Сильный Монах будет наносить больше урона, ловкий – получит дополнительный класс брони. Шанс попадания при этом будет одинаковый, поскольку Монах может взять перк Вепон Финесс и считать бонус к попаданию кулаками не от силы, а от ловкости. Статы напрямую определяют, какой стиль стоит взять Монаху. Сильно подойдет стиль Дракона, который увеличивает бонус к урону от силы. Ловким – стиль Цапли, который увеличивает класс защиты и дает контратаки. Есть и третий стиль – Памлин. Сам по себе его бонус откровенно слаб, но если его проапгрейдить перком, раз в ход Монах автоматически попытается сбить противника с ног. Впрочем, и остальные Монахи могут взять себе не бесплатный нокдаун уже на пятом уровне при помощи перка Лэгсвит. Так что с чисто манчкинской точки зрения, лучший Монах – это сильный Монах со стилем Дракона. На этом мы пока закончим. Но в Pathfinder есть еще немало интересных билдов. Например, воин с двумя кукли, разрывающей все и вся критами, неуловимый лучник или алхимик, кусающий противников до смерти. Напишите в комментариях, кто из них вам интересен, и не забудьте про ютубовскую формулу. Лайк, подписка, колокольчик. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!